МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Донбассом, что будет происходить в Луганске, Донецкой области, которая не контролируется сегодня украинской стороной. Если сорвется минский процесс, к сожалению, разного рода информация есть. Но вот 12 ноября во время интервью одному из телеканалов министр иностранных дел Павел Климкин заявил следующее, цитирую, «Сейчас весь минский процесс, особенно отказ от вооружения, несомненно, под угрозой, и мы должны прямо об этом говорить». В штабе заявили, что боевики не намерены выполнять минские соглашения, и предупредили о возможной провокации с применением тяжелого вооружения на Луганщине. Давайте посмотрим. В последние дни в неделю было боевое сдвигнение по облазу населенного пункта Майорск. После этого боевого сдвигнение наша аэрофоторозвитка выявила два неведведенных танка. Один из них находится на господарственном подверье Зайцевской школы, другой в лесопосадке, в лесосмузе на певно-схидной околице этого села. Также, по данным осинт-розвитки, то есть розвитки из открытий джерел, которые потом находятся на своих подтверждениях, неведведенная техника ховается, в частности, на цехах завода «Стирол» в Горловке, заводу «Точмаш» в Донецке и автосалон «Ниссан» в Донецке. Это то, почему мы сегодня имеем 100% подтверждение. Виходячи за анализу очень многих факторов, ДНР и ЛНР сейчас не хотят отводить тяжелые оружие, а оставляют за собой возможности для дальнейших действий, и тем самым требуют от своих российских кураторов, скажем так, вкладывания денег, в том числе и в их деятельность. За нашими данными, они пока что не проверены, они сейчас проверяются. В ближайшее время, возможно, достаточно серьезная провокация с массовыми людскими жертвами, с массовым разрушением объектов инфраструктуры, Луганская область, населенный по пункту Сокильники, або близлежащие села. Такая ситуация была в 1999 году в Югославии. Тобто сценарий уже был отработан. Дай Бог, чтобы цієї акции не было. Штаб отточки отследовал всю информацию, и витвить будет жестко даже на этапе подготовки до цієї акции. А Бог, будь-яких подобных. Незважающе на разноморитет форму и способах действий боевиков самопроголошенных в ДНР, ЛНР, россиян, российских військов, которые их поддерживают в их террористической деятельности, села АТО завжди готовят захистеть население, территорию Украины и дать гидную визу. В нашей студии Алексей Мацука, журналист. Алексей, вот чем отличается ситуация, которая сложилась сейчас? Потому что ни секрет, ни новость, что боевики никогда не следовали Минским соглашениям, так как это делала украинская сторона. Что сейчас происходит? Вы знаете, что постоянно слышны взрывы на окраинах Донецка, постоянно приходят сообщения о том, что новые смерти зафиксированы. Мы знаем, что больницы в Донецке приходят раненые вереницей. И сказать, что таким образом соблюдается Минский процесс. Ну, посмотрите, последняя встреча в Париже, которая была, и разве ЛБСЕ кто-то после этого пустил на границу с Российской Федерацией. Нет, и этого не предвидится. И вы, ну, то есть я даже не могу себе, честно говоря, представить, чтобы Захарченко впустил вдруг ни с того ни с сего украинские политические партии весной баллотироваться в Донецкий областной совет, например, и так далее. То есть это все больше похоже на утопию. То, что мы сейчас слышим на окраинах Донецка, и в Авдеевке, и в Дзержинске, и в Песках, это борьба Захарченко за то, чтобы сохранить свою власть. То есть вы прекрасно понимаете, что в конкурентной политической борьбе это никто и ничто. Он, ну, реально, это не политик, это так, кто-то с улицы шел. Не говоря о том, что вообще преступник. Да, ну, да, с улицы шел, то есть кто-то случайно стал, вот, отдел формы. Мы же прекрасно помним эти митинги под зданием Донецкой областной администрации, где он участвовал пьяный и обычная часть толпы. Потом он защищал дом Ахметова с оружием в руках, вот, людей, которые, дончан, жители Донецка, которые пришли с надеждой открыть дом Ахметова как дом Януковича, те же мотивы были, но Захарченко не дал этого сделать. То же самое сейчас, любая стрельба, любое обострение, это делается исключительно боевиками ДНР, с одной целью актуализировать роль этого человека, преступника, предателя Донбасса, который стреляет в жителей Донбасса из Ворошиловского района Донецка по Авдеевчанам, по жителям Дзержинска, по Пескам и так далее. И убивает наших людей, то есть убивает земляков наших, дончан и жителей нашего региона. Поэтому ему нужно и дальше накалять ситуацию. Я даже специально взял сегодня газету их, сепаратистскую. Каждая страница этой газеты и каждого номера, она пропитана просто вот фамилией Захарченко, такое впечатление, что больше не о чем писать. То есть жизнь в Донецке, они хоть пишут «Донецкое время», но такое ощущение, что жизнь остановилась, без времени наступила. В каждом выпуске, это лицо на главной странице, в каждом выпуске «Хвалебная ода», это как КПСС в худшем проявлении, которое было возможно. Тогда хотя бы был сам издат. И в 60-70-е годы диссиденты боролись через распространение информации, с блокировкой информации сам издатом. В Донецке даже сам издат сейчас издавать это смертельно опасно. Поэтому остается пока интернет. Ну а та стрельба и Минские соглашения, это все для таких, как Захарченко, фейк, мифы. И это не те люди, с которыми нужно договариваться, понимаете. У них нет в голове логики принятия решений. Там полное иррациональное в отношении людей действие, но в отношении своего кармана абсолютно четкая, точная конфигурация. Его жена владеет магазинами в Донецке, он сам получает хорошую прибыль с оборота наркотиков в Донецке. И так далее, и так далее. То есть, конечно, чем ему терять-то это все? Ему надо оставить это все. Алексей, я попрошу вас, вот эта газета, это очень важно сказать, что, да, Донецкое время, это на самом деле за хранение, вообще распространение, тем более грозит статья, если говорить о свободной украинской территории. Но вот, да, вы покажите, что мы это и зрителям показали. Но это продается в Донецке. Это продается. Более того, в некоторых даже наших городах это продается. Вот 10 рублей стоит газета новую на территории, на линии соприкосновения. Это можно в Дзержинске найти абсолютно спокойно. То есть это даже не бесплатно распространяется? Нет, 10 рублей стоит. Да, на наши деньги это надо разделить на 2 условно, 5 гривен. Слушайте, ну, в принципе, с прессой все плохо, и ее мало кто читает. А насколько эффективно вот такой подход распространения, да... Значит, все это возвращается назад. Это мусор. То есть вот это все они печатают для картинки. Это только нам, наверное, интересно, специалистам, кто занимается... Денег на хлеб нет, а тут газету покупают. ...кто занимается мониторингом ситуации. Для нас это, как там один ваш спикер сказал, АСИНТ, это Open Source Intelligence. Это метод, который используют журналисты. Ну, теперь у нас военные, видите, умные стали. И используют такую методологию. 80% данных, которые мы собираем об оккупированных территориях, это вот газеты и их телеканалы. Мы ставим сейчас себе задачу, мы как журналисты, исследователи, ставим себе задачу понять, с чем мы имеем дело. Украинское правительство не реагирует на это все дело. То есть им все равно, я так понимаю, кто там, что там, и на каких условиях работает оккупационная администрация. Мы в декабре, я думаю, в вашем эфире канала, мы представим результаты нашего исследования. Мы собираем, исходя из этих газет, данные, сколько людей родилось, сколько умерло, сколько хлеба кушают, сколько выехало, сколько чего куда и так далее, отбрасывая пропаганду. Я вам скажу, это самый действенный метод разведки. Можно даже сказать, что сегодня мы, донецкие журналисты, для того, чтобы узнать, что в Донецке мы как разведчики действуем. Ну, в общем-то, а другого выхода у нас и нет. Если мы сами заедем в Донецк, для того, чтобы, я лично, чтобы собрать там информацию, это либо арест, либо убийство будет. То есть там нетерпимость на очень высоком уровне. Они открыли несколько уголовных дел в отношении наших коллег-журналистов. Но, тем не менее, это позволяет нашим коллегам продолжать сбор. Видите, это газета из Донецка. Нам это позволяет вести сбор данных о количествах, плане соцэкономразвития и так далее. Мы даже знаем, кто из крупных украинских налогоплательщиков работает на территории оккупированных районов. Я не знаю, надо ли это правительству, не надо ли это правительству. Мы выполняем таким образом свой долг. На наших ресурсах, на Радио Свобода, в программе «Донбасс Реалий» и на громадские телебачения «Донбассу» мы все это публикуем. И любой желающий может с этим ознакомиться. Вы, вопрос был, что происходит с Минским процессом. Вы нам рассказали и дали такую информацию. Получается, что срыв этого процесса, какой-никакой, но переговорный на самом деле. И многие эксперты говорят, что, возможно, даже это единственный путь, но это такой спорный вопрос. Но факт в том, что, получается, из одной фигуры, из-за Харченко, это все может сорваться только потому, что ему не хочется, потому что он влияет. А знает ли в Кремле это? Знаете, мы иногда преувеличиваем. То, что происходит в Кремле, это отдельная игра вообще. И насколько теперь мы частью являемся геополитического расклада этого всего, это уже очевидно так. То есть уже Кремль, я думаю, не будет расценивать Донбасс как элемент давления только на Украину. Они теперь расценивают Донбасс как элемент давления на весь западный цивилизованный мир в контексте коллаборации Донбасс плюс Сирия, плюс там еще какая-нибудь ситуация с потоками газовыми и все остальное. Для них Донбасс это просто карта и люди наши, и Крым, кстати, в том числе, и люди наши, которые остаются и в Крыму в оккупированном, и в Донбассе оккупированном, люди невольные заложники ситуации. Они стали как пешки, разменные монеты в руках кремлевского этого кукловода. И, ну, то есть все прекрасно понимают, что Путин не борется с правительством Украины. Путин борется с украинцами. И украинцами, которые мы есть, то есть мы граждане этой страны. И они очень грамотно используют методы гибридной войны, методы психологического воздействия через свои средства массовой информации. Ведь, посмотрите, каналы российского телевидения отключены в Украине и на Донбассе, когда их выключили, ну, такого, чтобы прям ажиотажа не было. Да, пришли некоторые сторонники русского мира в кабельных операторов, провайдеров, но, тем не менее, таких грубых, больших требований, митингов это не вызывало. И сегодня они используют, в первую очередь, средства массовой информации для того, чтобы грамотно входить в сознание людям, которые имеют тот или иной показатель, степень лояльности к русскому миру. А что такое русский мир? Да, давайте зададим вопрос. Разве бывает мир вообще каким-то? Ну, то есть, они пишут «Русская весна», а весна у нас что, с какими-то национальными показателями и признаками? Или мир? Я знаю, вот английский мир такой есть, нет такого мира. Есть английские миры. То же самое, а русский мир, это, ну, был фашистский мир, это была диктатура, это был нацизм, был советский мир. Теперь Путин строит русский мир. Соответственно, та же диктатура, продолжение этой риторики. Никакие минские соглашения, поверьте, на формирование этого русского мира не повлияют. Там абсолютно иррациональное сознание, мы думаем, вот будем сейчас опираться на логику и говорить на белое-белое, на черное-черное, но это не работает. И они используют наши же методы борьбы, вот мы говорим «свобода слова», нам надо вторая сторона, третья, четвертая, пятая. Даже такой простой показатель, как многосторонности, давать всем сторонам процесса слова. Но, извините, лидеры ДНР открытым текстом заявляют, что они хотят уничтожить Украину. Кем они после этого являются для Украины, как не террористами? Сильно ли часто мы видим террористов ИГИЛ в эфирах BBC и других англоговорящих телеканалов? Мы их там вообще не видим, как вторую сторону. Но часто западные СМИ пытаются сказать, что нужно давать вторую сторону ДНР, но они нас хотели убить. Они мне сожгли машину, они пришли к нам домой, ко мне домой, к нам в офис, они охотятся за нашими журналистами. Если бы вы знали, что переживают наши журналисты там в Донбассе, работая вот в таких условиях, но это хуже, чем Советский Союз. То есть это чистки, это постоянная смена локации, только для того, чтобы мы могли дать одну-две фотографии, подтверждение, что кто-то бросил гранату в райотдел милиции позавчера. И все, это обычная новость, в Ленте затерялась за 10 часов. А наш журналист на это тратит часть своей жизни, страх, эмоции и все остальное. И рискует. И рискует. Это на самом деле не просто уже какая-то журналистика. Знаете, как вот была раньше журналистика, прийти, написать пресс-релиз о том, какое кто-то заявление сделал. Сейчас для нас это совсем другая ситуация. Это очень важно, то, что вы говорите. На самом деле ситуация опасна для журналистов и в Крыму, должна это сказать, потому что со многими общаюсь, да, там нет такой военной угрозы, как казалось бы, да, но тоже все очень. И тут уже по-другому действительно смотришь на название этой профессии и на разных представителей этой профессии, одни, которые рискуют жизнью. Людям надо это объяснять постоянно и говорить, потому что многие, да, надо ставить вопросы к самим журналистам и провести наш внутренний аудит. Насколько мы все достоверны, тут у вас, я видел, листовка лежит, один форум предлагает рекламу за два месяца журналистов, учат под ключ. Ну, то есть как можно выучить журналиста под ключ за два месяца, я не знаю, и какое качество будет потом этой журналистики. Но мы прекрасно видим даже вот эту вот писульку, какое здесь качество. То есть как журналист может себе позволить этот главный редактор или кто он там, выносить на главную страницу из номера в номер, из номера в номер вот этот человек, а это создание. А где же люди, а где же мнение аудитории, читателей и так далее. К сожалению, мы опять, знаете, я надеялся, что Донбасс и Украина шагнет вперед и после Евромайдана, и после всех этих событий. Но, к сожалению, мы в Донбассе в такой ситуации оказались, что я не застал Советский Союз как активный гражданин. Но я так понимаю, сейчас мы видим этот Советский Союз там. Ну вот тогда вопрос, да, учитывая, что вот такая, мне нравится, красиво это звучит и очень четко передает крыхкой мыр на украинском языке, да, потому что это действительно все очень, очень такие тонкие грани. Но этого мира да и нет особо, вообще, да, потому что убийство происходит и смерти происходят каждый день. Алексей, что будет, если штаб АТО, да, он все-таки вновь вооружение приведет, да, и что будут отвечать, и, собственно, что будут наступать там в сторону Горловки, да, и... Нет, наступать будут ДНРовцы. Или вы имеете в виду, будут наши наступать? Смотрите, ВСУ, да, что говорят, что они же тоже, во всяком случае, в заявлениях говорят, что они будут терпеть вот это все. То есть, что будет ли Украина себя, украинское вооружение возвращаться на те позиции, от которых отошли, будут ли активные действия какие-то? Мне тяжело давать оценку. Тема аудит войны вообще в Украине, как для журналистов-расследователей, сегодня она почему-то не актуальна. Или не хватает ресурсов, или не хватает возможностей, или не хватает знаний, доступа и так далее. Я могу сказать, что мы даже пытаемся понять уровень доступа к секретной информации в Донецкой областной государственной администрации, которая находится в Краматорске. Так мы не можем даже это узнать уже больше месяца. Сколько людей имеет доступ к грифу «секретно», не говоря уже о списке фамилий. То проверить, как тратятся деньги на вооружение, какие есть планы у армии наступления, либо обороны, либо же каких-то других действий мы не можем. А те люди, которые живут на линии разграничения, им вдвойне страшно и вдвойне хуже, потому что они не знают, что будет завтра. У меня такие знакомые, друзья, одноклассники, и все живут на этих линиях разграничения. И не хотят никуда уезжать, потому что это дома. И многих психологический аспект работает. Кто-то уже вырос, кто-то еще не дорос, но в любом случае многие остаются там. У кого-то деньги, родители и все остальное. Я считаю, что украинские вооруженные силы должны были бы более быть подотчетными обществу, тем более гражданскому обществу. Да, в этих условиях это тяжело делать часто, это неприятно делать, но если вы совершаете ошибки, вы должны об этих ошибках говорить. Это живые люди. И раз вы нас защищаете, дончан, от сепаратистских группировок, которые временно контролируют город Донецк, то и мы, дончане, имеем право знать, что происходит с нашей территорией, когда мы вернемся домой и когда мы сможем оказаться в наших квартирах. Есть даже, знаете, такая версия, что если сейчас ДНР начнет активно присваивать недвижимость и имущество жителей Донецка, которых 400 тысяч уехало только из города Донецка, 400, то есть вы представляете это количество недвижимости, оставшееся пустой там. И ДНР есть планы начать присваивать это имущество под видом перерегистрации в группировке ДНР. Только создастся тогда Донецкая бригада, как кто-то пишет, жители Донецка, они пойдут это освобождать. Многие мечтают об этом, что вот дончане должны идти. Но ведь, извините, я помню в марте прошлого года, когда мы в Донецке были, мы рассчитывали, что придет СБУ и зачистит здание Донецкой областной государственной администрации, которая содержится на налоге украинских налогоплательщиков, живущих в городе Донецке. Сегодня мы продолжаем платить налоги, мы продолжаем расследовательскую журналистику, но мы пока не имеем представления, что будет делать украинская армия. Более того, стратегии действия украинского правительства, ее не существует в отношении оккупированных территорий. Вы, например, знаете что-то о Крыме? Я нет. Нет, стратегии нет. То есть, есть ли у нас какой-то вице-премьер-министр, который курирует жизнь 7 миллионов из Донбасса, которые вот как-то связаны с Донбассом? Я вам скажу так, что во всяком случае Донецка, Луганская область есть губернаторы, да, там, который... Ну, это генерал-губернатор, да. Ну, генерал-губернатор, но во всяком случае, если говорить про Крым, то существует декларативно-абсолютно госслужба по делам Крыма, и чем она занимается пока, и финансирование, которое выделено из бюджета, пришло туда или нет, в принципе, это очень... И это вопросы то же самое с бюджетом в Донецкой области. Если раньше собирался Донецкий областной совет, то теперь лично один человек принимает решение, куда какие средства будут распределяться своей одной подписью. То есть вопрос подотчетности, прозрачности, степени вовлеченности граждан в принятие решений, эти вопросы сегодня как никогда актуальны. Я бы, например, видя ситуацию в Крыму, в первую очередь, что должно сделать правительство, понять вообще, что такое крымская власть сейчас. Кто это вообще? Куницын этот у вас там, Аксенов и так далее. Чем они занимаются? Куницын только в Киеве. Да, чем они занимаются? Чем они, как они ведут учет жизни территориальной громады? Что нужно людям на оккупированных территориях, украинским гражданам? Почему не делать обращения листовки граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях? Рекомендуем делать то-то, то-то, то-то. Да не выдавать их прямо на территории Крыма, выдавать их на блокпостах. Людям важно забота о них, а заботы, к сожалению, нет. Ну вот, и пришли мы к тому, в результате этого всего, что вот вы каждый же день рискуете жизнью, как и ваши коллеги, фактически вы не можете приехать к себе домой, и как и крымские журналисты непонятно когда тоже смогут приехать к себе домой, в общем-то. Ну я бы сказал так, что мы не из-за дома и не из-за своих квартир переживаем. Это очень такие простые примеры, потому что это страшно представить для тех, кто живет на свободных территориях и не был в такой ситуации, нужно это озвучивать, потому что это на всех уровнях, на бытовом в том числе, это очень страшно. Но и что получается, у власти нет стратегии по возвращению и по работе вообще с оккупированными территориями? Как у вас не опускаются руки тогда, и как вы все-таки продолжаете свою работу делать? Ну знаете, тут вопрос больше к тому, что мы уже это не просто работой своей видим, а это какая-то миссия у нас в жизни. И рано или поздно мы вернем Донецк, я уверен, мы вернем Крым после этого. И я не думаю, что это будет военный способ, я думаю, что это будет метод soft power, мягкой силы, и это будет метод даже диалога и коммуникации. И скорее всего, что так жизнь сложит эту всю ситуацию, что как раз гражданское общество, медиа-активисты, журналисты и третий сектор в целом, как раз все, что третий сектор, и спасет Украину в дальнейшем. И я больше чем уверен, русскоговорящие украинцы Крыма и Донбасса как раз и станут новой элитой всей страны, которая приведет страну к успешному будущему процветанию. Потому что так как мы пережили это все и весь этот кризис, я думаю, они в одном регионе такого, я не хочу никому ничего пожелать, но это колоссальный стресс не только для одного поколения нашего, но и для всех следующих. Потому что мы об этом с вами будем в этой студии еще говорить ближайшие 25 лет, я думаю, о том, как это случилось, и как с этим дальше жить, и как это преодолеть. И я надеюсь, что мы выговорим это все методом обычного даже разговора. И вот, к сожалению, так сложилось, что на наше поколение это пришлось. Ну а что нам остается делать? Закрыться, уехать, сменить идентификацию, отказаться от украинского гражданства? Нет. Мы своими действиями как раз и делаем все, чтобы укрепить украинскую государственность и украинскую гражданственность как таковую. Собственно, других способов у нас нет. И мы страну эту с вами строим буквально в прямом эфире. Алексей, я вот всегда общаюсь с вами, если честно, это очень ценно, и каждое слово, и еще раз посоветую, буду советовать телезрителям смотреть ресурсы. Это Донбасс-реалии, и это громадские донетчины, потому что информация, которая собирается по крупинкам, что вы нам описывали, это очень ценно понимать и вот трезвее быть в этом отношении. Не жить только телевизором и заявлениями президента или других президентов. Нет, но они тоже делают определенные вещи. Это нужно понимать реальность, чтобы вот это вот сознание изменилось в этом вопросе. Понимаете, дело в том, что сегодня на повестке дня в большой Украине нет Крыма. Это возмутительно. Его нету. Хотя это наша территория. И у меня, я туда ездил каждое лето, и там у меня знакомые, родственники жили и так далее. А почему его нет? Да потому что никому не интересно это. Теперь нам говорят, мы устали от Донбасса. Не будем об этом говорить. Нет, мы будем об этом говорить. Мы будем поднимать эти темы на всех ток-шоу, на всех своих действиях, которые мы ведем сбор. Лучшего, чем болтология, это сбор фактажа. Мы этот фактаж ведем каждый день. Я вам могу достать таблицу, и в декабре я приду к вам, расскажу, сколько там чего делается, какие заводы работают, какие проблемы, как люди реагируют, какие вообще требования и пожелания. И да, и ведется сегодня в определенном... Вот я взял аналитические доклады к вам сюда. Ведется и сегодня работа, большая работа, и ребятами из Киева, и из других городов Украины. И вот формируются месседжи, с которыми нужно идти. Но самое главное здесь, это уверенность у людей в завтрашнем дне. То есть вот это все, это логика. А ведь русские к нам пришли, обманув нас, на волне, что это мы как бы домой возвращаемся в Россию. Хотя мне лично непонятно, что это я в Россию. Я в России ни разу в жизни не был, например. И почему домой возвращаться нужно в Россию, если у нас есть свой украинский дом. Ну и если вы говорили перед эфиром, у нас остается буквально полторы минуты. Вот в исследованиях, там есть интересные цифры об отношении к евроинтеграции. Да, но сегодня была презентация по этому поводу. И, например, были данные опроса, как жители восточных регионов Украины и Юга, то есть Херсонская область, это ближе к Крыму. Но Крыма не было в опросе. Как они реагируют на евроинтеграционный процесс Украины? Этот опрос провела организация инициатива «Сильнейший разум». Это есть такое общественное движение. И вот на вопрос, позитивно или негативно вы относитесь к Евросоюзу, 51% жителей Донецкой и Луганской областей без оккупированных территорий сказали, что наименее позитивное у них отношение. То есть сегодня мы имеем 50 на 50. То есть 50% жителей Донбасса, освобожденных территорий, уже переосмыслили свое отношение к западному вектору. То же самое мы наблюдаем и в отношении НАТО. Потому что понимают люди, что без НАТО вопросы горячей воды и холодной воды, и доступа к питьевой воде, НАТО вообще-то тут ни при чем. И каждый раз нужно людям объяснять, что давайте выходить из этих агитационных шаблонных манипуляций, которые нам остались с газеты передавиться «Правда» и «Огонек» с «Пионером». А нужно в реальности находиться и строить наши территориальные громады. Именно поэтому мы офис свой и открыли в Славянске, я имею в виду громадские талабачи на Донбассу, хоть я и в Киеве часто, но у меня половина жизни там, половина здесь. Вот так мы теперь все живем. Ну и в декабре ждем вас тогда. Да, обязательно. С этими цифрами, это безумно интересно. И огромное спасибо за то, что пришли к нам, Алексей Имацуков, в нашей студии. Вы можете посмотреть это интервью в интернете. Вся информация у вас на экране во время нашего эфира. Спасибо за то, что вы с нами. И оставайтесь с нами дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова